Субтитры делал DimaTorzok Все мои деревья, а? Что мне делать? Ни одного дерева не осталось И вдруг человечек упал и пополз, 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 пополз и заполз Ну все, хватит. Человечек устал и все пора спать Ну? Давай засыпай Спокойной ночи У меня вот тут в голове швейная иголка Она в любой момент может сдвинуться и вонзиться в мозг Смерть моя будет мучительной Я больше не могу жить в этом ожидании Он говорит, что действительно, согласно заключению врача С самого детства в вашем черепе находится иголка непонятного происхождения Очень даже понятного Моя мать пыталась убить меня, как только я родился В то время был такой весьма популярный способ избавляться от нежеланных детей Что вы молчите? Переведите, я же вам за это деньги плачу Про это в вашей истории болезни ничего не сказано Но как бы то ни было, согласно заключению вашего лечащего врача Иголка в вашем черепе прижилась И не представляет опасности для вашей жизни или здоровья Так он отказывается? Если я так понимаю, вы не отказываете Извините, господин Гинсбург Вы не предоставили резонов, которые наша компания могла бы счесть достаточно вескими Чтобы взять на себя организацию вашего добровольного ухода из жизни По закону Швейцарии, эвтаназия в вашем случае невозможна Он советует обратиться к психологу Пошел он к черту со своими советами Он что, согласился? Нет, Марк, извините, пожалуйста Я, учитывая тематику того, что я только что переводил Вы просто поправили меня, поймите, пожалуйста Я хочу попросить вас, чтобы вы оплатили мою работу сразу Сколько я вам должен? Нет, пожалуйста, не делайте этого Получили? А, слышу, получили Спасибо Ну, я надеюсь, вы все-таки еще передумали ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Ваша Вица Да, Ваша Вица Мак, почему ты меня сбрасывай? Дайга умерла Я звоню тебе сказать, что умерла Дайга А ты сбрасывай Чем я заслужил такое отношение? Чем ты так занят, что не можешь мне ответить? У тебя один отец Пошел ты к черту Пошел ты к черту Пусть оставят два билета На фамилию Пронина На сегодня Самые лучшие места Самые лучшие Теперь вот что Купишь бутылку хорошего французского гелого пина Рукт сыра и накроешь в моей гримерной Он придет за час до концерта Встретишь его и проводишь ко мне Будь к нему супер-дупер внимательна Он большая шишка в министерстве культуры Все, за мной тут Чао-какао Птицы Леват, ваше величество Ты же пойдешь сегодня на мой концерт? Мне интересно, что ты скажешь Почему ты не позвонил, когда Дайга заболела? Все было очень скоротечно С того, как и поставить диагноз до смерти прошу месяц Ну месяц это, конечно, недостаточно Чтобы поднять телефонную трубку Последний месяц Дайги Была ужасная боль, морфия Она не могла спать Я тоже не спал А утром репетиции Я сам чуть не кирдыкнулся Когда она умерла, ты тоже не позвонил А ты не думаешь, что я хотел бы с Филой попрощаться? Я знал ее с 12 лет Она была очень дорогим для меня человеком Одним из немногих Ладно Давай смелим пластинку Ты мой сын Я хочу знать, как у тебя идут дела Расскажи мне о себе Как ты? Что с работой? Нормально работаю Заказы есть? Есть Много? Не очень А что с выставками? Участвую В каких? А ты что, разбираешься, где какие выставки? Ну а в личной жизни у тебя есть кто-то? Иногда есть, иногда нет Это значит, что нет В моем понимании Это значит, что иногда есть, а иногда нет В моем понимании Есть, когда дело идет к свадьбе птицы Не называй меня, пожалуйста, птицем Я давно уже не мальчик Хорошо, Марк У тебя есть кто-то на примете? У меня есть кто-то на примете, но к свадьбе дело не идет Извини меня, конечно, но тебе уже за 50 Вообще, ты думаешь, жениться и иметь детей? Мне нужен внук Продолжатель рода Да прекрати, тебя никогда ничего не интересовало, кроме работы Ни жены, ни внуки, ни я Все, пытаешься меня мордой в говно Дай я поведу машину Почему это? Ну потому что ты едешь посреди дороги Я нормальна, еду Я нормальна, еду Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Чай с вашими любимыми травами С теми самыми травами? С теми самыми Боже мой, Дина Петровна, как же я соскучился по вашему чаю Хватит льстить, Марк Викторович Поешьте Я ем, ем Вы знаете, я не умею есть быстро А почему вы сами не едите? Не ем по вечерам Тогда чаю попейте Чай не пью То, что вы не едите по вечерам, я понимаю И бережет свою точеную фигуру А пить-то почему нельзя? Если вам нужны подробности, чтобы не вставать ночью в туалет Если я иду ночью в туалет, мне потом заснуть трудно Почему? Мысли? Какие у меня, а дура, мысли? Климакс Да? Бомбель зло вас поздний Да? Угу А у меня молодости не было Оттого и климакс поздний Организм все ждал-ждал Что давно ушел Не дождался И вот Вам не помешает? А мне? Боже мой Беломор Ничего не меняется Пошли, молодежь Вперед И речь ты зря не пошла Это был мой лучший концерт за много лет На аплодисменты вызывали раз десять Ну, семь Сева, Таня, давайте, давайте, проходим Не стесняемся Обувь не снимай Честное слово, Виктор Семенович, нам надо идти Танечка, сюда, сюда Заходи вот сюда Ты же тут все помнишь, наверное У меня ничего не менялось последние пятьдесят лет И речь, чаю хочется смерть Идемте, 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 идемте Сюрприз 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 для всех Марк только что прилетел Здравствуй, здравствуй Дитзин серый Как я рад Не будь букой Ну, как ты долетел? Ириш Ириш Ириш, возьми у ребят цветы и в вазу поставь В эту, в эту и в эту, которую мне Ростропович подарил Поздоровайтесь, дети Ну, сколько же вы не виделись? Лет двадцать Двадцать Три Ну, что же вы застыли, как статуи Взрослые люди Все уже давно быльем поросло Ну, ну, давайте, давайте Пожмите друг другу руки Обнимитесь Хватит дуться, ну Давай, давай Здравствуй, Марк Севка, друг ты мой Как ты, чувак, столько лет, столько зим Танька Чувиха Как же я рад тебя видеть-то, а Счастье-то какое, любимые Вы мои Ваше величество, так? Прекрати поясничать Марк, знаешь, где бокалы Доставай, там есть бутылка вина Открой, пожалуйста Ир, метни на стол что-нибудь быстрое Хлеб, сыр, помидоры Пошукай там Нет-нет-нет, Виктор Семилович Не надо Мы должны идти Ну, брось вы Такой вечер У меня конец сезона Марк приехал Выпьем за встречу Честное слово, Виктор Семилович С большим удовольствием Нам пора Нас мама ждет с ужином Не ложится Позвони ей Пусть она сейчас к нам приедет Она, к сожалению, не выходит Я же говорил вам Ой, я забыл Передай ей от меня поклон И скажи, что я обязательно Нагряну на этой неделе Спасибо вам большое За прекрасный концерт Сев, ты подумай О каких-то кастролях Скажи же, что Моя трактовка лакримозы Очень неожиданная Да, безусловно Я подумаю, что я могу сделать Виктор Семилович Дорогие мои Вы уж извините Ну, что взять человеку Которого в башке иголка Пусть у тебя всегда есть отмазка Рад тебя видеть Я тоже, честно Приходи в гости Конечно, счастливо Рад тебя видеть Я тебя тоже Ну, так-то лучше Бегите, ребята Поцелуй маму от меня Да, обязательно Спасибо До встречи, Талечка До свидания, Виктор Смылович Мои дети Ты без с ней Ты без с ней Мои дети ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ничего страшного. Бывает. Просто очень устал. Отоспиться будет, как новенький. Бывает. Часто? Бывает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Его невозможно затащить в врача. В последнее время стало хуже. Особенно после смерти Дайки. Как она умирала? Он играл премьеру. Она как раз в это время ушла. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Она так его любила. Непонятно за что. Все сорок лет их брака она просыпалась и засыпала с одной мыслью. Как бы от меня избавиться. Она всегда ревновала к тебе, его величество. А умирала у меня на руках. Незадолго до смерти подарила мне свои любимые духи. Я их терпеть не могла. Ты надолго к нам? На неделю. Дела? Задолго назад? Да. Я люблю Русю. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Ты потянешь? Куда мне деваться? Я сорок лет с ним. Теперь это будет совсем другое. Начинала как студентка, потом стала ассистентка с романтическими бонусами, потом домработница без бонусов. Закончу как сиделка. Ты думаешь, он специально сломал тебе карьеру, чтобы ты всегда была при нем? Какая теперь разница? Специально он, специально. Он играет Моцарт, и я стираю его трусы. Но по вечерам я пишу трактат на тему, как не просрать свою жизнь рядом с Геней. Как-то выносила его столько лет. Ну здравствуй, здравствуй, птичин серый. Энергичный и живой. Уже поздно, тебе спать пора. А спеть? Звучит музыка. Ну давай, засыпай. Уже поздно. А дальше? А дальше завтра. Пусть тебе приснятся хорошие сны. Все, отдыхай. А где мама? Твоя мама тебя бросила. И ты это знаешь. Спида, давай. Спида, давай. Спида, давай. Спида, давай. А моя шляка. Сколько. Во! О! Все. Пусть. Здравствуйте, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой. Я ушел, еще не осталось, сейчас безуснусь, лет на десять. А потом, когда проснешься? Еще на десять лет заснусь. Тяжело тебе? Тяжело. Знаешь, я никогда раньше не умирал. И, конечно, не знаю, как это умирать, но думаю, что это, наверное, довольно трудно. Я говорю, Лемуру, тебе все будут звонить и выражать самолезнования. Говорить, как они меня любили. А тебе придется делать постное лицо, а потом похороны, поминки, а потом разбирать мои вещи, продавать дом. Что такое, что случилось, кто обидел моего птицына? Хорошо, ты уже скоро, а мне еще что-то. Мальчик мой дорогой, ты молодой, здоровый, у тебя все впереди. Марк, Марк, что с тобой? Марк, Марк, что с тобой? Марк, тебе плохо? Что? У тебя болит? Башка раскалывается. Ира, иди сюда, Ира, проснись, Ира! Вы устали? Ложитесь спать, я с ним посижу. Нет, нет, Игорьич, спасибо. Ты иди спать, я с ним сам посижу. Разбудите, если что. Да-да, ложись спать, не волнуйся. Мужем я, конечно, был хреновым. Что она была за человек? Чем жила? Не знаю. Не обращал внимания. Была рядом и была. Для меня всегда главным была работа. Я всю жизнь вкалывал на полную катушку. Дайга, она очень меня любила, да? Да, очень. Дайга была прекрасным человеком. Тебе очень повезло с ней. Подержи зонт. Ее духи. А я вот ничего не принес. Похорони меня с ней. Я ее вещал. Хотя, я бы очень хотел лежать с мамсиком. Хорошо, я понял. Все поумирали, только мы вдвоем остались. Не горбись. Не буду. Ну, пошли. Пошли. Как идти? Я тебе помогу. Пойдем, давай. Я не понимаю, что со мной. Я забы, как ходить. Пошли. Пошли. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ноги намочил Дать тебе тапки Даже не знаю, кого я любил больше, тебя или Тому Севка звонил Едет домой Обрадовался, что ты у нас Ой, вот смотрю на тебя, как же ты постарел Ой, мам, может хватит говорить человеку гадости, а? Ну чё я правду говорю, он постарел Посмотри на него, похож на высранную сливу О господи, мама А вы, Валентина Прокофьевна Ни капли не изменились Да нечего врать-то, всегда был болтуном Пойду я На минутку отойду Ты Бумагу-то там в толчок не бросай Да не чудесное за инию Северная Северная Победа Бах Сп cottал Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Смотрите сюда Добавил субтитры DimaTorzok 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 Но я немного хорошо. Скажи, надо мне сделать. Нет, нет, нет! Ты еще ищешь нам, что мне нужно. Мойша, давай. Тесим меня львин, он ли? Да? Решево. Ты убежишь. Ты свободный, я люблю тебя, и мы будем вернуться к alma на твою выр gr...... Безог, я переверну тебя. Спасибо, за ней дар. Moving саду господ. Спасибо, Рони. Ты ховер митин. Встреча сквозь. Выжиги, что мы со мной? Тебе я не беру. На вечере? Да, Малу. КОНЕЦ КОНЕЦ Как injury? СВЯЕТ КОНЕЦ Знаешь, мне всю жизнь казалось, что в один прекрасный день все вдруг возьмет и наладится. И? Все наладилось. Тебя такое услышать практически невозможно. Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Броси, отца, сколько тебе у меня не было пять лет? Какие пять лет? Всего несколько месяцев. Несколько месяцев, ты понимаешь, что такое для меня? Несколько месяцев тебе все по барабану, да? Не волнуйся, но я же с тобой. Поздно. Теперь ты мне не нужен. Выметайся отсюда. Ну, пожалуйста, ну, не надо. Не трогай меня. Что ты думаешь? Я ничего не понимаю. Сделай что-нибудь, сделай что-нибудь, чтобы я не умер. Я сделаю все, что могу. Ты ничего не можешь. Ничего ты не можешь сделать. Только врать ты можешь. Ничтожество, говно. Я больше не могу. Не могу, не могу. С приездом. Привет. Скорей бы уже сдохнуть. Не могу больше это выносить. Давайте примем таблеточку, Виктор Смойлович. Таблеточку выпьем, сразу станет легче. Откройте ротик. Как ты меня на заехлах убила бы. Вот молодец. Вот так, умница. Так, хорошо. Откройте рот, я посмотрю. Проглотили его таблетку. Ну, что ты делаешь? Он иногда прячет таблетку за щеку. Хитрит. Вот так вот. Фонарку возьми, а? Ты вот расскажи ему, как ты надо мной измеваешься. Как ты меня лупишь, голодом морешь. Расскажи, расскажи. Ему будет приятно послушать. Что ты такое говоришь? Говорю, что есть. Вот, все, в синяках. Это от укола. Преступно. Руки и ноги мне переломало, чтобы я от нее не убежал. Ну, все. Забирай меня отсюда, поехали домой. А давай через пять минут. Я отдохну пять минут. Пять минут. Ладно. Я тоже пока отдохну. Ладно. Ты здесь. Я здесь. Сынок, возьми мою телефонную книжку. Позвони по всем телефонам, которые там есть. И скажи всем, что у меня все в порядке. Что я здесь работаю, репетирую, преподаваю. Спроси, что там и как. Скажи, что я скоро приеду, во всем разберусь. И сделаю все, что надо. Скажи, что я в курсе всех субботы. Всех увижу. Всем ответю. Беспокойся, я всем позвоню и всем все скажу. Я боюсь засыпаю. А вдруг я не проснусь и даже не узнаю, что я умир. От меня ничего не останется, и внуков ли правнуков род окончится на тебе, птицин. Мне это мучит. Мне это мучит. Какие удивительно красивые и, главное, необычные цветы. Не правда ли, Ирина Петровна? Некоторые люди цветы покупают, они рвут наоборот. А я не знал, что доктора теперь приходят к пациентам с цветами. Вы ревнуете? Да нет, последние 35 лет я уже не имею на это права. Ириш, давно хотел тебя спросить. Это его величество заставило тебя заняться моим половым воспитанием? Не заставил, но намекну. Я сама волновалась ужасно. По-моему, опыта у нас было с тобой примерно одинаково. А у меня, честно говоря, я теперь не очень-то прибавилось. Зато сейчас ситуация может кардинально измениться. Доктор у нас мужик, ого-го. О, ведь лучше поздно, чем... Разложись, Малфетки. Сегодня я проснулся и не помню, кто я такой. Это ужасно не помнить, кто ты такой. Ну, сейчас-то вы помните. Сейчас помню. Давайте мы поднимемся, сядем за стол, отметим ваш день рождения. Не хочу ничего замечать. Оставьте меня. Я могу дать ему таблетки, которые уменьшат тревогу. Но его сознание, скорее всего, станет еще более спутанным. Для него это меньше мучений, но более быстрый уход личности. Вы хотите, чтобы я дал ему эти таблетки? Нет. Не надо таких таблеток. А как ваши мигрени, Марк? Да все так же. Вы должны научиться не ждать этих приступов и не бояться их. Я учусь. И уже не боюсь. Но все еще жду. Ждать? Ждать? Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне в фуражку. Очередь была за мной. Жизнь его, наконец, была в моих руках. В моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хоть одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая, выплевывая косточки, которые долетали до меня. Иди, иди к хозяину. Хозяину, хозяину иди. Здравствуй, здравствуй, птицын серый. Энергичный и живой. Как себя чувствуешь? Думаешь, что я смогу дать концерт? Вот бы еще один раз. Ну, конечно, сможешь. А твой отец жив? Ты мой отец. Это правда? Ну, конечно, я твой сын, ты мой отец. Как же так? Как я мог забыть собственного сына? Да ничего страшного, ты забыл всего на минуту. А сейчас ты вспомнил. Как меня зовут, помнишь? Что, птица? Ну, вот видишь. Бедный ты мой сын. Я плохой отец. Я не водил тебя на футбол. Не кори себя. Все было хорошо. Я никогда не любил футбол. Сколько лет тебе? 52. Ты старше меня? Нет. Тебе 79. Я такой старый. Как ты жил без меня? Ты, ты здрав. Слава Богу, ты счастлив? Я так рад за тебя. У Ляли вчера вылез первый звук. Нижний. Последние несколько дней она плохо спала. Мы волновались и не понимали, в чем дело. А вчера зуб вышел. И сегодня она спала, как убитая. Она начала есть протертую еду. Ну, конечно, больше всего она любит бананы. Как ты? Вообще, мне кажется, что она очень на тебя похожа. Кто? Ляля. Твоя внучка. Моя дочь твоя внучка. У меня есть внучка. Ну, конечно, ей уже 7 месяцев. Скоро она приедет тебя навестить. Правда? Да. Ее зовут Ляля. Мы зовем ее Ляля. А вообще она Лея. В честь твоей мамы. Ты назвал ее в честь Масика? Какой ты молодец. Скоро, через 4 месяца, у тебя будет и внук Маша беременна. Птичин, я безумно рад. А кто такая Маша? Маша – это моя жена. Мать твоих внуков. А, да-да. Конечно. Просто я не расслышу. А следующим летом мы все вместе приедем к тебе. Да, да. Да, как хорошо, птицы. Неужели правда? Ну, конечно, все вчетвером, на все лето. Да, мы поедем вместе и будем там вместе на даче жить. Ну, да, будем собирать крыжовник. Да, и клубнику. Будем зажать картошку. Чтоб прироспух к земле. Чтоб прироспух к земле. Чтоб прироспух к земле. Будем ходить на пруд, купаться там, ловить карасей. Боже мой, какое счастье. А Маша будет жарить карасей. Она прекрасно жарит карасей. И вообще она прекрасно готовит. Ну, Маша, она же прекрасный, прекрасный кулинар. Да. А по воскресеньям будем варить сгущенку. Да, я всегда разрешу тебе есть сгущенку. По вечерам будем слушать музыку. Да. Я буду играть вам Шопена, Листа. Я буду играть вам Шопена, Листа. Я буду играть вам Шопена, Листа. Мистер Рига has now arrived. Свершил посадку рейс Air Baltic, номер 772, Тель-Алиф-Рига. Кофе хочу. Мне сорок стукнуло. Я в курсе. Я даже не забыл тебе поздравиться. Я могу ещё ребёнка успеть родить. Мне не надо иметь детей. Я не собираюсь жить долго. Ты тут уже пять лет говоришь. Всё время, что я тебя знаю. Всё живёшь. Ты упрекаешь меня, что я зажился. Марк, меня замуж зовут. Проходи. Даже не спросишь за кого? Ты же пригласишь меня на свадьбу. Я тому знаю. Ты меня не любишь? Ты не будешь со мной счастлива и засохнешь. Что ж ты раньше не сказал? Я только сам это недавно понял. А по скайпу не хотел. Ты меня не любишь. Я никому не могу принести счастья. Я пытался. У меня не получается. Я не умею. Мне нужно быть одному. Тебе со мной плохо? Нет. Мне не с тобой плохо. Мне вообще плохо. А одному тебе лучше? Нет. Но я никого не собираюсь мучить собой. Я не буду мучить собой тебя. За то, что я тебя люблю. Насколько я могу. Я пойду. Начинается посадка на рейс авиакомпании... У меня билет на обратный рейс. Я знал, что так будет. Приехал попрощаться. Секус, я тебе каапшан. Адракомпании. Адракомпании. Балтик рейси номер 7. Глотай. Еще немного. Молодец. Умничка. Адракомпании. Что случилось, Николай Семенович? Я что-то не так сделал? Балтик. Балтик. Это вы, Бог, да? Я вас знаю, а вы меня нет. Познакомимся еще. Я надеюсь, я языка вашего не знаю. Извините, я уж как смогу, уважаемый Бог. Я к вам с просьбой, помогите мне, пожалуйста. Все, что я мог, я уже совершил. Помогите мне, подтолкните. Я хочу туда. Да, будьте так добры. Вот и все. Спасибо. Вы удивительно хороший Бог. Ох. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем вы приходили? Месяца три назад я получила письмо от вашего отца. Он хотел попрощаться, но, видимо, уже поздно, он меня не узнал. Вы хотите, чтобы я объяснила, кто я такая? Я вас помню, вы моя мама. Ваша мама была у меня близкой подругой. Мы рядом в оркестре сидели. Когда она умерла, ваш отец был слишком подавлен. Естественно, не знал, что делать с новорожденным. Когда тебе было 10 дней, Виктор должен был ехать в турне. В Варшаву, Будапешт, Прага. Я предложила помощь, осталась с тобой. Ты был очень слабый, очень. Почти умирал. Врачи не знали, что делать. Но через месяц все наладилось, ты поправился. Через два месяца приехал Виктор. Через полгода мы поженились. Ты считал меня своей мамой. Вот так. Потом? А потом? Потом Виктор нашел новую музу. А мне запретил общаться с тобой. Совсем. Вы согласились. Я любила тебя как родного. Но у меня не было никаких прав. Юридического усыновления мы не сделали. Вы мне часто снились. Мы снились. А ты мне снился каждый день. Я представляла, как я тебя кормлю. Купаю. Окладываю спать. Вожу в детский сад. Потом учу читать, писать. Вожу в школу. В общем, медленно сходила с ума. Сколько мне было? Четыре года, четыре месяца и три дня. Папа! 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 Хорошая моя. Ой, толкнули меня. Марк. Марк. Очень приятно. Мне тоже. Как вас зовут? Света. Даня. Моя жена Катя. Рада познакомиться. Я. Ну что, Птицын, поехали. Да, мам. Только они требуют зоопарк перед Домским собором. Ах, какие! Ну, бегите в машину садиться. Я сейчас. Пойдемте, пойдемте, бабушка. Вы будете в Питере? Заходите. Звоните. Обязательно. Не бойся. Всю жизнь ты мне брал. Ты отнял меня мое счастье одному по другим. Просто ради приходи, ради какой-то очередной бабы, которую забыл ровно через месяц. Всю жизнь ты оскорблял меня, унижал. Давил. Ты мною помыкал. Гнобил меня, гнал. Не давал мне дышать. Ты хотел меня убить. За что ты так со мной? Ведь я ни в чем не виноват. Первое, что я помню, не навсегда, это страх, что ты меня бросишь. С тобой было так радостно, так хорошо. Но так редко, так мало. Ты бросал меня всю жизнь. Сволочь, Годино. Ты сейчас собираешься меня бросить. Сволочь! Папа, не бросай меня, пожалуйста. У меня кроме тебя никого нет. Папа, папочка, любимый, пожалуйста, не бросай меня. Я очень тебя люблю. Я никого не люблю, кроме тебя. Я никогда никого не буду любить, кроме тебя. Прости меня. Любимый мой повыше. Любимый. Любимый мой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слушаю Спасибо, сейчас иду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok